Друзья, всем привет! Как показывает обратная связь, ролики про недвижимость вам действительно интересны. И именно поэтому прямо сейчас вы увидите новый, свежий, актуальный сюжет о недвижимости в Москве. Мы находимся с вами в районе станции метро Автозаводская. Третье транспортное кольцо буквально в 30 секундах ходьбы от нас. Здесь находятся апартаменты, которые можно купить примерно за 3,5 миллиона рублей. Которые люди покупают для того, чтобы там постоянно проживать, либо для того, чтобы их сдавать и зарабатывать на этом деньги. Что такое эти апартаменты, двухуровневые апартаменты, какие у них плюсы, какие у них минусы, какие у них цены, вы узнаете обо всем этом в этом видеоролике. Как вы знаете, недвижимость в Москве стоит ну просто бешеных денег. Тем не менее, за моей спиной строятся новые новостройки. Чуть дальше некоторые из них уже сданы, люди покупают, а некоторые из них очереди. Кто-то покупает их уже на этапе котлована, когда ждать нужно еще два года. Люди берут ипотеки, которые готовы платить 10, 20, 30 лет. Вы скажете, блин, это дураки. Нет, это такие же люди, как и вы. Каждый ищет свое счастье, каждый ищет свой кусочек недвижимости. Пойдемте посмотрим, что представляют из себя апартаменты, которые можно купить за 3,5 миллиона рублей, вложить туда 500 тысяч рублей и уже жить на третьем транспортном кольце. Интересно? Пойдемте смотреть. Но покупка недвижимости это еще полбеды. Купить апартаменты, купить квартиру, купить дом это хорошо. А кто будет делать ремонт? Именно поэтому в этом видеоролике у меня есть потрясающий полезный спонсор. Две минуты о нем и после чего мы переходим к основной теме выпуска. Друзья, у меня есть полезная информация для жителей Москвы и Московской области. Если вы сейчас собираетесь делать ремонт в доме, в квартире, в офисе, в общем, в жилом или нежилом помещении, у меня для вас есть толковая и проверенная бригада. Прораба зовут Вячеслав, контакты которого вы сейчас видите на экране, также я их оставлю в описании. И там же я оставляю ссылочку на их инстаграм, куда они выкладывают свои готовые работы. И все, что вам нужно, это позвонить по номеру телефона и сказать, Слава, я от Машкова, мне нужны твои услуги. Найдя общий язык, вам лучше всего договориться о встрече на вашем объекте, куда приезжает Вячеслав для того, чтобы сделать все замеры, на основании которых он сможет составить смету по расходам на работы и по расходам на материалы, которые вы можете купить через него или предоставить самостоятельно. Договариваясь о ценах на их работы, не забудьте поторговаться, после чего вы бьете по рукам и заключаете договор, в котором четко будут прописаны все сроки выполнения работы. После чего вы вносите предоплату, закупаете материалы и Вячеслав заводит свою бригаду на ваш объект, где они начинают делать красоту в вашем доме, квартире или офисе. Итак, друзья, если вам нужна толковая и проверенная бригада для ремонта, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Все контакты остаются в описании. Телефон и инстаграм с их работами. Звоните, торгуйтесь, договаривайтесь. Всем, кто славится на меня, будет скидка. Слава, и мое обращение к тебе. Всем, кто приходит от меня, делай красиво, делай качественно, чтобы нам с тобой не пришлось краснеть. По левой стороне от меня находится третье транспортное кольцо. Как вы видите, здесь действительно шумно, мне приходится даже кричать. А по правой стороне находится какое-то серое неприметное здание. И вот в этом неприметном сером здании находятся апартаменты, которые мы сегодня вам покажем. Их можно купить или же их можно взять в аренду. Кто-то здесь проживает на постоянной основе, а кто-то просто зарабатывает деньги. Пойдемте посмотрим, что они из себя представляют, эти двухуровневые апартаменты на третьем транспортном кольце. Фух, я так понял, в этом здании лифта нету, потому что мы находимся уже на пятом этаже. Первый раз точно так же вели по ступенькам. Но вот обратите внимание, что вы видите вокруг. Мы заходим в здания. Подобные студии, подобные апартаменты как раз чаще всего в неких подобных зданиях издаются. Конечно же, они есть более симпатичные, более презентабельные, новые, разные есть. Выбор действительно большой. А так вообще, когда заходишь в первый раз, понятное дело, что ощущение в первую очередь, то, что ты пришел в какое-то офисное помещение. Ассоциации, что ты пришел к себе домой вообще в какое-то уютное место, нет абсолютно. А когда заходишь вот в этот коридор, так и вовсе кажется, что здесь неплохо, друзья, снять фильм ужасов. На самом деле, слева-справа от нас идут двери. Это как раз таки то, где живут люди. Номер 588. Приглашаю в гости. Как вы видите, у нас на этаже две квартиры, двое апартаментов. Называйте, как вам больше нравится, лишь бы был понятен смысл. Но есть подозрение, что здесь изначально должны быть одни апартаменты. Дверь одна. Кто-то покупает их для сдачи в аренду, для того, чтобы удваивать свою прибыль. Что они делают? Делят пополам. И, соответственно, у тебя вместо того, чтобы снять одни апартаменты за 2500 рублей, ты можешь сдать двое апартаментов за 2500 рублей. Это бизнес. И вот мы уже дома. Ребята, площадь в нашем случае примерно 22 квадратных метра. Объединить соседние, это будет примерно 44 квадратных метра. Подчеркиваю, площадь меряется по первому этажу. Высота потолков порядка 5,5 метров. Вы просто представьте, кто-то покупает подобное жилье для того, чтобы здесь жить. Здесь есть свои минусы. Самый главный минус апартаментов подобного типа, что здесь невозможно получить прописку. То есть ты покупаешь жилье практически, можно сказать, в центре Москвы, но при этом ты не станешь москвичом. Подобные апартаменты гостиничного типа, такие тоже есть. Вот там можно делать временную регистрацию на 5 лет. Это уже меняет дело. Но постоянную прописку, как в квартире, вы не получите. И вот это является самым главным минусом апартаментов. Что у нас здесь? Можно сказать, прихожая. Здесь стиральная машинка стоит, сушилка. Далее, открываем дверь. У нас здесь получается ванна-душевая. Но на самом деле места мало. Очень не хватает воздуха. Вот сюда сейчас заходишь, здесь прям реально душно. Несмотря на то, что вытяжка работает. Туалет есть, душевая кабина есть. По сути, можно нагромозить какие-то полочки, чтобы вы еще раскладывали ваши вещи, сопутствующие для данных уборных. Здесь у нас небольшая раковина, зеркало. Вот, пожалуйста, как есть. Но в любом случае, согласись, устал, пришел с работы домой, принял душ, в туалет сходил. Ну, красота, уже хорошо. Идем потихонечку дальше. Места, конечно, маловато. Но вот на двоих или на одного человека в идеале, ну, блин, а куда деваться? Получается так, что мы уже с вами оказались на кухне. Как она выглядит? Небольшая кухонка, электроплита, естественно, газа здесь никакого нет. Вода есть, горячая, холодная, пожалуйста. Холодильник есть, какие-то полочки, посуда, все есть. Вот подобные апартаменты хороши для кого? Например, для туристов. Почему? Когда ты проживаешь в гостинице, у тебя, по сути, есть все, но нет плиты. А ты вот так вот приехал в город, что-нибудь вкусного себе купил, пришел, дома приготовил. Это интереснее, это дешевле, это доступнее. Те, кто путешествует, подобные вещи как раз-таки ценят, выбирают. Есть стиральная машинка, есть доска для сушки, глажки. То есть, в этом плане свои блага, свои плюсы, за что ты уже оплатил. Не нужно оплачивать дополнительно. Какой минус дополнительный, что вот здесь, например, сейчас дико воняет куривом. Видимо, сюда все приходят, курят здесь вот повсюду, остатки от сигарет. То есть, находиться мне здесь, как некурящему человеку, очень сложно. Далее. На фотографиях, я их сейчас вам вывожу на экран, вот эта студия выглядит вот так. Согласитесь, визуально кажется, что она больше. В реале, когда мы сюда зашли, мы просто офигели, потому что я сделал два уверенных шага вперед, и я уже уперся в диван, хотя мне казалось, что он находится где-то дальше. Значимый минус подобных студий, что, как правило, они находятся вот в каких-то промышленных райончиках. Соответственно, мы открывая окно, видим, что под нами какие-то склады, новостройки. Подчеркиваю, это как раз-таки новостройки. Здесь есть полноценные квартиры, наверняка тоже что-то из этого будет являться апартаментами. Очень сложно найти подобные апартаменты с балконом. Например, балкон, ну согласитесь, друзья, как бы было бы круто иметь возможность выйти просто на свежую. Воздух. Хотя у нас есть большой плюс, что у нас хотя бы одно окно, но открывается полностью. Как правило, бывает так, что у них маленькие щелочки, открываешь, а полностью окно не откроешь. То есть, тут чисто еле-еле проветрить. А здесь вентиляция будет идти общее. Соответственно, здесь в летом, в жару, ну ты просто задохнешься, и кислорода будет крайне не хватать. Что у нас есть? Маленький столик, соответственно, вдвоем, чисто вдвоем. Вот так вот, например, там кто рассматривает с семьей, с детьми, да ты чего? Конечно, кто-то, возможно, купит от безысходности, от того, что другого варианта нету. Но будет тесновато. Утром сел, чайничек налил. Ах, хорошо. В Москве все взялся. Друзям отправил фотки, они такие, ух, блин, Димас, ты в Москву перебрался. Почти в центре живет, на трешке у него студия своя. Ну да, жизнь удалась, уже хорошо. Ремонт вот как раз из серии, когда вот за 300-400 тысяч рублей. Я снимал свою квартиру, говорил 2 миллиона рублей, отдал там за 30 квадратов. Все, что за 30 квадратов такого быть не может? Вот здесь как раз кухня недорогая, все дешевое. То есть сделано исключительно для того, чтобы из этих апартаментов выжимать соки. И вот здесь я скажу один плюс. Те, у кого есть, допустим, 3-4 миллиона рублей, как правило, думают, куда деньги деть. Вот, как вариант. Покупаете, тут же вы отдаете управляющей компании, которая будет за вас сдавать эту студию посуточно. Соответственно, постоянно ищут вам клиентов. Естественно, они забирают себе небольшую комиссию. Но сам факт того, что вы вложили деньги в недвижимость, и вы еще получаете деньги. Минус у нее заключается в том, что в отличие от обыкновенной квартиры, здесь коммунальные расходы будут гораздо выше. Ну, не гораздо выше, а процентов на 20. Но если ее сдавать посуточно регулярно, то вы в любом случае будете зарабатывать. Давайте с вами вместе даже сейчас проведем небольшие расчеты. Я возьму в расчет то, что мы покупаем подобную студию, ну, пусть за 3,5 миллиона рублей. Далее, мы вкладываем сюда, ну, 1500 рублей. Это на ремонт с техникой, все, закупаем 4 миллиона рублей. А теперь давайте считать, как быстро мы эти деньги отобьем. 2500 мы сдаем квартиру в сутки. Давайте предположим, что нам повезло, и мы все 30 дней в году, в месяц сдаем квартиру. 75 тысяч рублей. Отсюда я сразу отнимаю комиссии, агентские договоры. То, что мы, допустим, не сдали в какие-то дни. Ну, в лучшем случае за вычетом всего мы будем получать там 35-40 тысяч рублей, но чистыми. Подчеркиваю, за вычетом агентских, за вычетом там за уборку отдали, за коммуналку заплатили. 40 тысяч рублей. Мы берем 4 миллиона, делим на 40 тысяч, получается 100, делим на 12. Итого 8,3 года для того, чтобы отбить эту студию. И тогда вы выйдете в чистый плюс. Вот такие цифры получаются. Ты скажешь, блин, нифига себе, столько лет ждать. Но ты не забываешь, что ты вложился, это уже твое. В любой момент это, по сути, можешь продать. Но, с другой стороны, есть апартаменты гораздо интереснее. Они будут больше по площади. То есть, там порядка, допустим, 30-40 квадратов можно найти. И там уже будет интереснее, потому что там действительно их можно переделать под жизнь. Там у тебя будет и балкончик. То есть, там, ну, совсем другой уровень. Но давайте посмотрим второй уровень в наших апартаментах. Продолжение диалога о том, что вырвался в Москве-то себе апартамент и взял двухуровневый. Второй этаж у меня есть. Ну, пойдемте ко мне на второй этаж. Сделано все аскетично, демократично, очень так простенько. На одного человека, естественно, вдвоем вы здесь не подниметесь. И вот, смотрите, я ростом метр восемьдесят шесть. Пойдем, пойдем. Вот, парни, вот здесь можно постоять у меня. Вот у меня здесь второй этаж есть. Здесь потихонечку мы опускаемся вниз. И я как бы, оп, все, на кроватку присел. А зачем мне стоять? Я сюда прихожу только исключительно спать. Подчеркну, в нашем случае все, финиш. То есть, здесь можно только лечь спать. Там ты аккуратно обошел. Ну, какие-то вещи ты можешь положить. Здесь же опять у нас сушатся вещи. Места нету, потому что если я здесь встану в полный рост, ну, поймите правильно, в полный рост я здесь не встану. Как минимум мне надо голову чуть-чуть срезать и рядом положить. Суть в чем? В более продвинутых там как раз у вас на втором этаже вы сможете еще и ходить в полный рост. И там у вас еще будет ванна, например, на втором этаже полноценная. Дополнительно шкаф можно сделать. Кто как делает. Некоторые там пытаются делать какие-то маленькие рабочие кабинеты. Ставят кондиционер, чтобы у них не задохнуться. Но вот в нашем случае кислорода здесь просто не хватает. Здесь есть какое-то там подобие вытяжки, потому что я вижу дырку, но дышать здесь просто-напросто нечем. Переночевать день, когда ты включил кондиционер, окей, хорошо. Но жить на постоянке однозначно нужно с вентиляцией что-то думать. Ну, потому что мы здесь находимся полчаса. Я вот задыхаюсь. Просто задыхаюсь. Реально кислорода крайне не хватает. Что делать? Другого варианта нет. Люди покупают подобное жилье трудоголики. Тем, кому нужно где-то переночевать. Снимать квартиру по 40 тысяч она давать не хочет. Здесь реально можно взять ипотеку, здесь можно взять какой-то потребительский кредит, платить каждый месяц и жить уже в своем. И при этом знать, что потом ты еще это можешь продать и вернуть свои деньги в полном объеме. Это гораздо, на мой взгляд, интереснее, нежели чем отдавать деньги кому-то, а потом через 10 лет у тебя ничего своего-то и нет. Поэтому здесь думайте, здесь простая математика, но вот такое жилье бывает. И в таком жилье люди живут. Нам показали сегодня квартиры даже 20 квадратных метров. Кажется смешным, а люди приобретают такое жилье. И оно очень популярно. Ой, вот так вот. Просто, ты так вот поржил 5 месяцев на улице. Выходите, Диман, ты что? Ой, блин. Знаешь, встал вот так. Блин, ну, конечно, и смех, и нифига не смешно. Потому что, на самом деле, с одной стороны, реально, как бы вот сейчас чисто угар. Потому что вот тебе, да? Ну, зато балкончик есть. Студеечку себе взял почти. Сейчас что-то 10-15 минут мы уже будем возле Кремля. А ты живешь там у себя. Фиг знает где. А мы вот возле центра практически. Все, конечно, сделано хлипенько. Ну, понятное дело, что ремонт и серия чисто, чтобы сдавать, зарабатывать бабки. Поэтому здесь даже к этому придираться не будем. В общем, самое главное, что есть куда лечь поспать, что есть на чем приготовить поесть. Пойдемте на первый этаж. Я сейчас просто задохнусь. Давайте с вами пробежимся по плюсам и минусам, о которых я мог не сказать в процессе сюжета. Ну, в первую очередь, какой плюс этой студии подобных апартаментов? Это цена. Это гораздо дешевле, нежели чем вы покупаете квартиру. Соответственно, какой здесь минус? Вы никогда не получите прописку. Потому что в квартире вы получите прописку, здесь же вы в лучшем случае получите временную регистрацию. Второе. Расположение. Можно посмотреть по Москве, найти где-то неподалеку от своей постоянной работы нечто подобное. Покупая себе жилье, вы переночевали, поели, помылись, отправились на работу. Это действительно круто. Какие минусы? Что вот это, в силу того, что не является жильем, какой-то инфраструктуры официально ждать не стоит. Когда строят дома, там обязывают хотя бы детские сады делать, какие-то школы. Ну, к этому есть какие-то требования. Магазины. В нашем случае может быть такое, что мы будем находиться где-то на промзоне, и поблизости не будет ничего. Ни парковок, вообще ничего. Но подобные вещи сейчас реально обыгрывают. Вы можете найти себе такие места, где у вас и консьержи будут на первом этаже, и кофейни будут, и кафешки. Ну, в Москве в этом плане вообще жаловаться грех, потому что щелкнули пальцем, заказали доставку. Все, что угодно, вам привезут прямо на дом. Пока мы здесь снимали, мы видели, что людям действительно приносят покушать, приносят кофе. В силу того, что вот эта площадь является нежилой, соответственно, здесь вместо студии можно сделать офис. Как правило, когда есть управляющая компания, когда они не очень это любят. Особенно, если вы сделаете офис, и сели, что сюда будет постоянно, куча народа приходит. Ну, представьте, что вы купили вот эту часть, там человек живет, а здесь у вас что-то происходит. На самом деле, вы на это имеете полное право. Но здесь может быть конфликт интересов, поэтому подобные вещи лучше продумывать заранее. Как правило, бывает, покупают такие студии для того, чтобы здесь, допустим, чем-то заниматься таким спокойным, что сюда к вам особо народ не ходит, но при этом у вас есть офис практически в центре Москвы. Вам в этом плане будет удобно. Потому что в нашем случае здесь и парковка есть, здесь есть все. Метро неподалеку, ну, неподалеку, 15 минут пешком ходьбы. Но в плане доступности есть. Поэтому рассматривайте варианты. Это вот как Москва-Сити, там апартаменты, да, там, понятное дело, другой уровень, там это все сделано для богатых людей. Но сам факт того, то, что ты можешь здесь и жить, и при этом и работать, и делать все, что угодно. Совместная собственность на общие помещения в доме. Вот если мы покупаем с вами квартиру, то, по сути, мы там только за все платим. Хотя вот в подобных, например, апартаментах, покупая их, если грамотный подход, если грамотная управляющая компания присутствует, если вы знаете законы, то, например, на этом доме, к примеру, если повесить какую-то рекламу, ее можно сдавать за деньги. Соответственно, деньги эти делятся на всех жильцов, на всех собственников этих апартаментов. Таким образом, например, за коммунальные услуги, свет, вода, отопление вы можете, по сути, не платить. Мы сейчас находимся на третьем транспортном кольце. Площадь здесь действительно дорогая. Если послать какие-то вывески рекламные, ну, еще что-то, что можно сдавать в аренду, и с этого получать деньги от объекта, то их делить на всех, это действительно круто. В идеале, конечно, может дойти до того, что вы и за квартиру условно, ну, я называть ее буду квартирой, не платите, так еще при этом будет какие-то доходы на руки получать. Но это все в идеале. Сами понимаете, там, где деньги, там совсем другие разговоры. Такое, что вам кто-то будет доплачивать. Это можно, но получите ли вы эти деньги, вот это большой вопрос. А к минусам сюда можно отнести следующее. Это высокий налог на имущество раз. Высокие коммунальные эксплуатационные расходы два. Налоговые вычеты при покупке и продаже не предоставляются. При покупке нельзя использовать жилищный сертификат, материнский капитал, субсидии. 214-й федеральный закон для апартаментов не действует. На подобные апартаменты не распространяются нормы и требования СанПина. О чем это говорит? Что толщина стен здесь может быть абсолютно любая. Как правило, здесь идет непосредственно коробка. Вот эти все перегородки делают уже самостоятельно люди. Поэтому толщина стены здесь может быть вот такая вот. И сейчас чуть сильнее ударить. Возможно, нам это ударит в обратную. Даже может быть и в щеку. Более того, может быть неприятная история, когда вы покупаете подобные апартаменты для жилья, а ваши соседи купили их для сдачи в аренду. И каждый день сюда будут приходить люди для того, чтобы просто переночевать. Устроить здесь дискотеку, устроить здесь вечеринку. Соответственно, будет громыхать музыка. И никак вы на это повлиять не сможете. А так, что только не понапридумать. Вот за последние годы в Москве подобные апартаменты действительно набирают популярность. Их действительно начинают покупать. В Питере я посмотрел статистику. Там буквально всплеск, там 5%. Но вот в Москве реально жилье разбирают. Но опять же, здесь какие цены? Вот, пожалуйста, смотрите. Реальность. Люди думают, как заработать денег. Как сдавать недвижимость в аренду. Когда покупают какие-то заброшенные здания. Переделывают, инвестируют. И потом начинают посуточно сдавать. Но посуточно действительно выгодно. Как вариант, если купить такое и сдать кому-то сразу тысяч за 40 рублей в месяц. Это, блин, вообще сказка. Но подобное жилье за 40 тысяч. Ну, кто бы его снял бы в месяц? Это вообще нереально. Это тысяч 20 рублей. А здесь, соответственно, выгода как раз в посуточной аренде. Люди приехали 2-3 дня. И меняются постоянно новые. Друзья, делайте выводы. Мне кажется, этот сюжет действительно получился интересный. Я ранее подобного жилья никогда не видел. Вот буквально год назад как-то случайно наткнулся. И мне прям действительно стало интересно. Я вам сегодня показал различные варианты, как делают. Вы все это можете зайти на сайты по продаже недвижимости. Полазить, посмотреть, почитать. Если вдруг вам это интересно. Подчеркиваю, мы никому не делаем рекламу. За исключением Вячеслава, который занимается ремонтами. Который вам в этом может помочь. Сделает гораздо круче, нежели чем ремонт здесь. У меня на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канал. Потому что там всегда выходят только свежие новости. Дальше мы будем снимать больше интересных роликов на разные темы. Пишите ваше мнение в комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока.